Всем здравствуйте! Всем привет! Так, всем сообщают, что мы вышли в эфир. Но мы уже можем начинать потихоньку. Можем начинать. Сегодня важная тема, на самом деле, такая, как уже много раз говорила, мне нравится больше работать с преподавателями, а у преподавателей встает море важных проблем. И вот многие из них я освещаю в разных проектах. В частности, всю эту неделю говорим с Соней Кутумовой, что у нас будет перезапуск курса по заработку в йоге, вебинар именно по нему, потому что вопрос заработка в йоге реально остро ребром стоит. Обычно это профессия для души и так далее. Но как бы праной сыт не будешь. Как мы с Соней говорим, когда надо двух близняшек собрать в школу или снимать квартиру за границей, поддерживать семью и так далее, то не будешь говорить, что там будет намного проще ставить себе достойные цены. Но фишка в том, что это только одни очень маленькие из тех задач, которые стоят перед преподавателем йоги. Вот. И на самом деле я еще летом проводила эфир для йога-журнал. Не совсем даже эфир, это было что-то типа подкаста в итоге в Телеграм. И там тоже говорила про обязанности и компетенции преподавателя. И немножко часто есть такие ванильные убеждения. На самом деле в преподавании йоги часто идут из офисной жизни, когда там уже задолбался. И хочется свободы, хочется всего хорошего против всего плохого. Дарить людям любовь и ласку, и гармонию, и прочее. И думаешь, что выберешься и будешь прекрасно работать. Но мир совсем не мир розовых единорогов. Да. К сожалению, в таком случае возникает вариант дауншифтинга, когда наоборот это не повышение или уход в сторону, а наоборот понижение какого-то уровня дохода, каких-то там знаний и всего остального. Например, как люди сдают квартиру в Москве, раньше сдавали, уезжали куда-нибудь на Шри-Ланку и там типа жили. Но опять же это не ведет к развитию, наоборот, некоторой возможной и деградации. Да, вот что говорят здесь. Часто бывает ситуация, что преподаватель, поработав несколько лет, потом с радостью возвращается в офис и говорит, блин, какая-то офигенная была работа, работа мечты. Потому что в йоге приходится решать намного больше задач. И частично эти задачи связаны с телом. Вот вы идете на тичерс, и ваш первый какой-то тичерс, вы обязательно будете его абсолютизировать. Те знания, которые вам там дадут, просто потому что у вас нет никаких других моделей. Потому что он первый. Потому что он первый, и потому что у вас нет с чем сравнивать, у вас просто нет никаких других, скажем так, критериев. Вот вам рассказали, например, не делать острые углы в коленях. Асаны развиваем только таким-таким-таким образом. Последовательность такая-то. Я помню, что когда я окончила свой первый тичерс праны, мы в йога-журнал или в каких-то других сообществах открывали собаку мордой вниз и говорили, господи, да кто же так собаку мордой вниз делает? Да тут надо и тут поправить, и то довернуть, и это, и прочее. А потом понимаешь уже с годами, что нет какой-то универсальной одной собаки, и что очень сильно зависит от тех целей и задач, которые ты ставишь себе в асанах и в практике. Но фишка в том, что чем это сложно для преподавателя. Вот преподаватель пошел на тичерс какой-нибудь. Хорошие тичерсы у нас длятся... О, Оксана, привет! Настя, привет! Какие люди! Хорошие тичерсы у нас длятся 6-9 месяцев, и может ли человек после них выйти профессионалом? Никогда. Потому что даже после 5-летнего или сейчас 6-летнего образования, высшего, мы, ну как бы, выходим с определенными компетенциями, знаниями, но опыта у нас еще вообще нет. И здесь есть несколько проблем, вопросов. Первое – это с головой, потому что мы выходим, и вот Соня и эфир проводили, и тоже говорили, блин, я сравниваю себя с вами и думаю, а что же я могу людям дать? Офига ли ты сравниваешь себя с тем, кто уже там 10 лет или больше в этой сфере работает и понимает? Не надо сравнивать свое начало с чужой серединой. Ты всегда своей аудиторией, своим людям, ученикам можешь что-то дать. С другой стороны, ты сталкиваешься, что к тебе пришли реальные люди, и на них не работают те протоколы, которые тебе давали на тичерсы. Почему-то. Может быть, да, 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 может быть. Потому что, в общем, по группе они работают, а конкретно индивидуально к тебе как-то вот почему-то не работают. Да. Или, например, ты выучил шпагат или стойку на руках или еще какую-то астану каким-то определенным способом. И ты часто абсолютизируешь личный опыт. Приходишь, а у ученика вообще все не так. И то, что тебе помогало, его будет наоборот, ну, не будет ему, мягко говоря, помогать. Ну, или будет помогать только людям со схожим типом, там, строением, орфологией и так далее. Или, например, тот уровень нагрузки, который подходит тебе, кому-то он тоже подходит, кому-то он слишком маленький, им надо больше, кому-то, наоборот, он убьет. Человек просто не восстановится, сбежит с тренировки. И не придет на следующую. Не придет на следующую, да, да, да. То есть тут вопросы опять, как удержать человека, как привести его к развитию. Вот. Эти вопросы у нас с Сергеем стали острее еще после курса по персоналкам, потому что очень-очень много было вопросов от участников. И они были и касательно групповых тренировок, и касательно персональных тренировок. Касательно персональных, например, мы на курсе дали очень много инструментов о том, как, опять же, приводить учеников к результату. И вот начинается потом написание курсовой работы, там уже встает больше вопроса мотивации. А как, блин, а что же человек там не хочет, например, так тренироваться, или человек не хочет тренироваться самостоятельно, или человек там только когда со мной встречается, потом сливается и так далее. Вопросы удержания ученика. И здесь, на самом деле, все будет очень сильно зависеть от психотипа человека, потому что, опять же, одного что-то может удержать, другого та же самая фраза может прогнать. Отпуганность. Да, расскажи, что это. Ну что, каждому человеку нужно уметь объяснить, что он делает и зачем. И он должен, как бы, это понять. Для кого-то, там, очень важно, как точно ставятся, там, не знаю, руки, ноги, там, положение, там, колен или чего-то еще. А для кого-то главное, чтобы одежда была красивая, и этого, как бы, достаточно. Одному скажешь, так надо, а другой на это так надо, возмутиться, обидеться, уйдет. Потому что, как бы, для него так и не пойдет. Надо, как бы, точно, конкретно, сколько вешать грамот. И мы как раз вот рассказывали про психотипы, как с ними общаться. Вот, допустим, таким, как тебе, можно сказать, так надо. Вот, таким, как я, уво, извольте, кому надо, почему надо, откуда надо. Вообще-то, я тоже буду докапываться очень хорошо. Как раз меня, поэтому некоторые из преподавателей, которые говорят, делай, потому что так надо, они вот для меня сразу перестают быть. Просто они для меня, как преподаватели, пропадают. Если они на вопрос, почему, не могут объяснить. Ну, если ты им задаешь вопрос, почему они не могут объяснить, это одно, другое дело. Если тебе кто-то задает вопрос, почему, в какой-то момент кому-то проще ответить, так надо. Потому что человек, как бы, ну, как бы, может, для него это будет тем ответом, который позволит ему дальше практиковать и, в конце концов, действительно понять, как надо. Так, что так надо. А кому-то нет. То есть, надо объяснить. Когда обычный человек очень, как бы, хорошо начинает заниматься, когда он понимает, зачем это нужно. То есть, я, там, допустим, на курсе в ЭЦО даю практику по болям в спине. И все знают, что, там, кошечки, скруточки благоприятно, там, влияют, все остальное. Когда ты объясняешь, там, группе, они потом объясняют, с ним занимаются, зачем они делают кошечку, что это среднее предстоитное движение, что нам необходимо работать с суставами, что еще, что все-таки, о, оказывается, как кошка-то полезна, а мы-то и не знали. И здесь уже человек понимает, что если он не сделает кошку, значит, он, как бы, не смажет, ну, грубо говоря, свои суставы. И, вот, и, соответственно, будет застой, ограничение движений и так далее, и тому подобное. Ну, да, грубо говоря, вся мотивация учеников сводится, ну, и не учеников, нас самих, вообще любых людей сводится к двум темам, которые в маркетинге называются «боли или желание», или как Оксана называет, если она еще не ушла, «морковка сзади» и «морковка спереди», грубо говоря. Морковка или пряник нельзя? Кнут и пряник, да. А, это уже слишком молдово для того, чтобы делать. Морковка сзади, спереди, это у… Например, да, то есть, по сути, у человека есть какая-то боль, болит спина или что-то такое, и поэтому он занимается, чтобы избавиться от боли. Или человек, например, хочет получить стойку на руках, или идет за состоянием, за какими-то сверхценностями и так далее, и это будет что-то типа «морковки спереди». То есть, закрытие дефицитов или, наоборот, уже, по сути, путь развития. От этого уже, получается, мы подбираем инструменты. И вот вам, как преподавателю начинающему, если вы ведете групповые занятия, вот фишка в том, что на группы-то точно могут прийти абсолютно разные. И когда вы начинающий преподаватель, это сложно. Прикиньте, к вам пришли пенсионер, женщина в декрете, там кто-то с грыжей, бывшая спортсменка, какой-нибудь студент, и еще, и вся эта разная группа, еще и кто-то начинающий, а кто-то и не очень, и вам надо как-то суметь для них составить последовательность, заинтересовать, и чтобы они не ушли. Это как в анекдоте. Когда русский, там, кто-то немец и американец встречаются, и вот все, вот примерно так он и начал. Ну, здесь, кстати, я могу ответить на твой вопрос, хотя ты его не задавала, что в этом случае делать? Нужно четко, если вы ведете групповые занятия, четко определять цель занятия, что, для кого, почему и как. Потому что если говорите, а, у нас занятие по хатха-йоге, приходи ко мне тренироваться и коровы и волчица. В результате, действительно, получается пенсионер, гимнастка, марафонец, и там кто-то еще, там, с болью в спине, с отнимающейся ногами, приходят к вам за йогой. А если бы вы сказали, что у нас йога для, там, не знаю, начинающих, спорим для продолжающих, соответственно, нацеленную лечению амплитуды движения, на гибкость немножко там что-то еще, то человек почитает и скажет, о, а это как бы более понятно. И на самом деле, не знаю, как вот мы рассуждали следы, но для меня, например, йога, когда я только начинал заниматься в 2007 году, или 2000 там, это было то, что какие-то там седые индусы жгут волосы, посыпают этим пеклом себе головы, при этом они сидят либо на углях, либо на иголках, вот одно из двух. То есть, выбирайте сами. Для меня это было йога. И когда там начинаешь знакомиться с йогами, понимаешь, что на самом деле все абсолютно не так. Поэтому некая конкретика вашей практики, что вы делаете, зачем вы делаете, она очень важна и нужна, чтобы действительно избегать таких проблем. То есть, если ко мне придет на занятие пенсионер, спортсменка и кто-то там еще, я легко с этим справлюсь, как у меня вот бывает. По четвергам, когда вот мне иногда там пишут, да, мне занимаешься, где ты таких вот взял, таких как Лида там и Настя, соответственно, что они тут, понимаешь ли, как бы настрои группы меняют и заставляют себя давать более адские упражнения, хотя мы к ним еще не привыкли. Я говорю, ну, уже вроде привыкли. Вот, поэтому там как бы я легко могу, даже если придет человек, скажем, продвинутого уровня на средний, ну, или запредельного уровня на средний, все равно смогу что-нибудь спокойное сделать, потому что я к этому готов. А вот начинающий преподаватель, у которого в арсенале кошка, там, четуранга и все остальное, он как бы вот, если ему скажут, а что здесь должно было работать, он скажет, ну, руки должны быть, а мне не работают. Ну, должны работать. Вот так вот будет разговор глухого со слепым. А как сделать так, чтобы у человека работали руки? Как увидеть, что они на самом деле ничего не работают, что он в тренировке ничего не делает? А если ничего не делает, он в результате как бы ничего и не получит. Вот, здесь возникает такая вот проблема анализа и синтеза. То есть разобраться, что должно работать, понять, работает оно или нет, и сделать так, чтобы оно в конце концов заработало. Ну да, то есть тут на самом деле палка о двух концах. Любое общение, начиная с общения с самим собой, заканчивая с общениями с учениками на группе, с учениками на персоналках, с кем угодно, это всегда должен быть диалог. Если ты… Есть этот прекрасный анекдот, зачем ты пошёл в преподавателя? Потому что, когда ты говоришь сам с собой, наедине с собой, это шиза, а когда говоришь сам с собой при других людях, это ты препод. Вот не надо так. Обычно у начинающих преподавателей это часто бывает, это нормальный этап. Это нормальный этап, его надо пройти, то же самое, как я проверяла, например, педагогику у начинающих преподавателей. Есть часто такой этап, когда ты должен сам войти в асану и озвучить инструкции, видя, так, Джану Шуршас, на одну ногу выпрямляю вперёд, другую, и делает параллельно. Отвожу, сгибаю в колени, и всё это озвучивает. То есть это определённый этап, по сути, как можно сказать, если был студент, это была бы стажировка, но его надо побыстрее пройти. И что Сергей правильно сказал, действительно, есть два конца, это полка о двух концах. Первое – позиционирование, решить, с кем вы хотите работать, для кого, потому что йога капец разная. Мы сейчас подбирали названия для курса, который думаем проводить весной, и спросили чат GPT, как бы вы помогли назвать, как бы ты помог назвать курс. И первое было что-то там про гармонию души и тела, там бла-бла-бла, вот какие-то такие очень общие названия, и именно про такую сатвичную йогу для состояния и так далее. Когда мы сказали, окей, дай более анатомически ориентированное, например, более научное, то там уже были другие варианты. То есть вопрос, что у человека, что человек себе в голове представляет под йогой, что представляете вы, и как вы умеете договориться. Это первое. Второе, если к вам на занятия уже пришли пенсионер, спортсмен, декретник, кто-то еще и так далее, вы все равно, как бы, пока вы начинающий препод, конечно, у вас никогда не будет, ну, пока вы начинающий препод, у вас не будет инструментария адаптировать практику подо всех, но со временем он тоже нарабатывается. Вот, и это один из вопросов, который встает именно в ведении групповых тренировок. Мотивировать людей, удержать людей, уметь адаптировать практику, опять же, под всех тех людей, которые к вам пришли. Дальше, если вы ведете группу, у вас формируется определенный костяк, это где-то 60% людей, которые примерно похожи в уровне. И регулярно ходят. Да, да, да. От них есть отхождение в больше киборги и в больше начинающие, но примерно основной костяк в итоге сформировывается. На него важно именно допрактиковать, набрать группу, дальше уже здесь будет проще. И на него вы в основном ориентируетесь. Но все равно, опять же, эти вопросы остаются. И вот все равно получается, что у нас люди с разной морфологией, разным уровнем подготовки, разным там возрастом, разными исходными данными, разными целями, задачами, они к вам приходят. И надо в итоге, как бы не надо, а если вы планируете, мы с Шаткой писали с Ксюшей пост про травму, нормы или преступления, или там инструкторы-преподаватели. Вот Ксюша написала, что инструктор это тот, кто просто там говорит какой-то протокол, делай раз, делай два, и делай так, чтобы там, не дай бог, не навредить. А преподаватель, он уже умеет высчитывать данные человека, ситуацию, какую задачу преследует человек и так далее, и уже персонализировать практику. Здесь могу согласиться, потому что инструктор, тот, кто следует инструкциям, либо дает инструкции для какой-то там, не знаю, какой-то задачи. Но с другой стороны, чем больше вы даете инструкции по достижению каких-либо задач, решению каких-нибудь проблем, то тем больше у вас нарабатывается вариативность, и вы можете уже потом комбинировать одно с другим, получать третье. Или наоборот, комбинировать какие-нибудь три вещи и получать совершенно новое. То есть это как раз нарабатывается, и не нужно обижать инструкторов. Формулировка, скажем, такая. Окей, начинающий преподаватель и опытный преподаватель, протокольный преподаватель и мультипротокольный. Так лучше? Да, мутипротокольный. Мутипротокольный. Да, да. И, соответственно, у нас есть отдельное ведение группы, другое ведение персоналок. Мы с Сергеем проводили же курс по персоналкам, и там стояли кардинальное различие. Когда вы ведете группы, ваша задача максимальное число людей привести к некому оптимальному результату. То есть берется некая такая, отсекаются крайности, берется некий середнячок, который предположительно подо всех будет работать. Да, 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 да. Вы берете то, что будет срабатывать у меньшинства, вы берете, отсекаете то, что будет срабатывать у меньшинства, и то, что не будет у меньшинства. Берете вот, что примерно подо всех подходит, и даете в неком, опять же, варианте подсферического человека в вакууме. Или под тот уровень группы, опять, который к вам 60% пришел. Если вы делаете персоналки, то вы уже исходите из конкретного человека, его особенности там по телу, по психике, по морфологии, по уровню подготовки, из тех задач, которые ставит он. Когда человек приходит на группу, то вы, как преподаватель, ставите задачи на группу. Когда человек приходит к вам на персоналке, вы с ним договариваетесь, человек приходит, он чего-то хочет, и вы с ним договариваетесь на берегу, какие задачи тоже он преследует. Да, то есть здесь как бы ситуация такая, что человек говорит, чего он хочет. То есть когда вы идете в группу, вы говорите, чего вы хотите для людей, а когда человек к вам приходит, он говорит, у меня есть вот что-то, чего я хочу добиться. И вы говорите, хорошо, и тут начинается торг. А как было в той замечательной игре «Угадай мелодию». Я угадаю эту мелодию за 7 нот и все остальное. Человек говорит, вот я хочу через два занятия встать стойку на руках, либо что-то еще. Вы говорите, а что вы сейчас умеете, показано делаете? Нет, ну где-то занятие три, он будет только показано становиться. А потом это. Человек говорит, ну не, не, ну что три, ну как бы, что на первом что ли нельзя сделать? И начинается вот это вот то, что называется как бы торг, приведение к общему знаменателю. То есть, ну вы уже должны понимать, что для там стойки на руках нужно то-то, 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 то-то. Исходя, и вы знаете, допустим, по своим опытам, что там путь занимает там в среднем, там может быть месяца полтора-два, в зависимости от этого. Вы смотрите по стадиям, и смотрите на какой стадии находит человек, и вы говорите ему, что отсюда досюда еще там три дня пути. Как была замечательная такая притча, я помню еще в школе нам рассказывали, когда там какого-то греческого философа, который сидит там на перекрестке, там читает, либо что-то пишет, приходит путник и говорит, типа, а сколько там до Афин-то идти? Он ему отвечает, иди. Так, не-не-не, ты не понял, до Афин-то сколько? Иди, говорит, я и хочу дойти до Афин, сколько-то идти? Говорит, иди, тут подбонтерил его и пошел. Ему вслед, тебе еще идти четыре часа. Говорит, что ты раньше не сказал? Мне нужно было увидеть, как ты идешь. В смысле, в какой скорости ты идешь? Здесь вот та же самая ситуация. То есть решение задач, определение начальных данных, постановка цели, ну и до этого еще торг. Да. И на самом деле, что реально получается, это... У меня есть опытные колеи прекрасные, которые говорят, что невозможно этому научиться. Невозможно научиться биомеханике и так далее. И тут есть такой небольшой парадокс. С одной стороны, в теории это все можно выучить и не знать на практике. С другой стороны, если ты просто практикуешь и не имеешь хорошей теоретической базы, то тоже у тебя не получится нормально учитывать человека. Опять же, компетенции преподавателей йоги, они, получается, их можно разделить на умение общаться с человеком, договариваться, мотивировать и так далее. Умение оценивать его тело, подбирать практику, умение, опять же, удерживать учеников, умение продвигать себя, ставить достойные цены и личную практику, грубо говоря. Ну, с личной практикой здесь на самом деле все проще всего. Ее на титчерсах, кстати, дают обычно нормально так. И обычно студенты, оканчивающие базовый титчерс-курс, уходят с неплохой такой личной практикой. А вот остальные компетенции действительно надо и приходится подтягивать. Если доживают. Если доживают. Студенты, которые с личной практикой, по личной практике преподаватели, идут тем же самым путем. И те, кто подходит, соответственно, по каким-то критериям, они уходят с хорошим прогрессом. А те, кто не подходит, уходят, смогут с хорошей травмой. Да, то есть тут, опять же, вопрос в перспективе научиться с годами понимать, какому телу и какому человеку что будет подходить, а что не будет подходить. Опять же, вспомни мой любимый анекдот про колени. У слабых людей колени ломаются от того, что они их не тренируют, у в меру тренированных, потому что вдруг дали слишком большую нагрузку. У каких-то киборгов и спортсменов ломаются от перетрена. Может быть, это колени просто отстой. Да, может быть, тут как бы с коленями проблемы, а не с этим. По себе, по моему опыту могу сказать, что когда я только, получается, в семнадцатом году начинал работать как инструктор и как йога-терапевт, мне одному было очень сложно. То есть в самом начале я как раз работал вместе с Сергеем Агапкиным, или по правде сказать, Сергей Агапкин работал со мной. То есть приходил человек с какой-то проблемой, после этого Сергей просто анализировал, писал комплекс, и я с ним занимался. То есть фактически это. Дальше, что получалось со временем, он уже начинает спрашивать, ну и что здесь у нас, какие тесты будешь делать, и что ты планируешь с этим делать. И в какой-то момент ты понимаешь, что в принципе твое видение и видение твоего учителя, они в общем целом совпадают. И после этого ты уже перестаешь бояться брать каких-то людей к работе. Но это опять же нарабатывается. Это нарабатывается количеством клинических случаев, в которых ты работаешь. Потому что одно дело йога, где там у вас есть какое-то освоение, там чего-то еще, другое дело, когда ты занимаешься как йога-терапевт лечением, и тебе тут как бы приходит с плечом, а с плечом, извините, может быть куча различных проблем. Одно человек одно, другое другое. И нельзя сказать, что к вам пришли с плечом, нужно для этого делать это. Здесь алгоритм, к сожалению, не работает. Ну вот, и поэтому нарабатывать клинический опыт здесь приходится достаточно долго. А вот постановка задач из серии, там, стойка на руках, там, не знаю, увеличение силы, там, в приседаниях, либо чего-то еще. Это все, ну, с одной стороны, гораздо проще. И здесь, допустим, будет всего там три типа, там, вата, пита и капха, у которых немножко по-разному. Отношение к тренировкам, отношение, там, соответственно, к питанию, отношение к практике. И здесь вариативность, она очень быстро, скажем, здесь количество перерастет в качество. Да, но на самом деле, как профессионал, можно расти практически бесконечно. И здесь тоже часто вопрос, когда преподаватель растет как преподаватель. Не тогда, когда он практикует, а тогда, когда, и даже не тогда, когда он просто преподает. Знаете, вот можно преподавать так вот немножечко на отвали. Вот как ты умеешь уже идти по накатанной. Допустим, у меня такая-то тренировка, и пофиг, кто пришёл, я, короче, практикую. У меня были тоже такие дополнительные инструктора, к которым я ходила, особенно вот кто образца там 90-х, нулевых годов и так далее. То есть преподаватель строит уже какую-то конкретную практику, а дальше уже люди пришли, и они её проходят или не проходят. И да, тогда, допустим, не было такого доступа к материалам, были немножко другое понимание йоги и так далее. И поэтому это было популярно, и это было классно, потому что всё равно преподаватель за счёт своей харизмы, своего драйва, лидерских качеств, за счёт того, что всё равно последовательность такая была, ну, в зависимости от того, какой преподаватель, либо наоборот мягкая, расслабляющая, либо ушатывающая, либо ещё какая-то, всё равно приводила к какому-то результату. Но чем дальше, тем, соответственно, и ученики становятся с более высокими запросами, и сама сфера преподавания йоги растёт. И на самом деле реально тут вопрос, как у себя эти компетенции выращивать с практикой и, ну, с комбинацией практики и теории, с опытом. И момент тут в том, что если вы будете это делать как-то самостоятельно, например, просто ходить на иногда какие-то семинары и дальше отрабатывать, отрабатывать, это займёт какое-то определённое время. Вот чего на самом деле не очень хватает в йоге, сейчас немножко начало появляться, и это прекрасно, это некого профессионального сообщества, которое бы помогало выращивать тех, кто уже преподаватель. Потому что те, кто окончил Teachers, например, идут, ведут тренировки, и дальше вот эти вот сложные случаи, которые приводят к когнитивному диссонансу, что «а я знал, что так, а оно вообще нифига не так, и так не работает, и не жизнеспособно так, как я до этого думал», там что на группах, что на персоналках, что в любых форматах других, не с кем особо обсудить. Сейчас в определённых там кругах и так далее появляются такие комьюнити, и на самом деле это классно. То, что Сергей рассказывал, что, например, ему сначала супервизировал его Агапкин, вот это вот прекрасно, потому что это помогает пройти этот путь. Быстрее. Да, намного быстрее. Просто по сути ты решаешь какие-то задачи под руководством какого-то более сильного опытного преподавателя и нарабатываешь опять опыт. Потому что, к сожалению, тут не будет работать, если тебе скажут там, окей, как просто знаете, рецепты при проведении, там какие-то вот рецепты изготовления пирога. Нет, рецепты не работают. Что для стойки на руках надо, например, тренить это, 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 это. Или там на занятии, да, это, это, это. Это будет работать, но намного хуже. А вот научиться самому уметь анализировать исходную ситуацию, уметь анализировать данные тех, кто к вам пришел, их запросы, составлять уже под них, это другое. Ну, примерно как из серии «Дать удочку» или «Дать альбом». Да, да, да. Еще я тебе могу тут сказать, что очень большая проблема как раз вот выпускников, ну, любых там, не знаю, тичерсов, что у них есть знания. Они попробовали. Ну, допустим, вам повезло, вы попробовали, у вас пошло по накатанной, вы еще раз попробовали, еще пошло, такие, о, классно, и все идет. А бывает наоборот. Вы попробовали, оно не сработало. Вы такие, попробовали еще раз, оно опять не сработало. Ну, попался вам такой человек, который не подходит под те, там, не знаю, 70-80 процентов. Еще раз попробовали, опять не сработало. И вы начинаете терять веру в себя, у вас возникает вот это вот падение боевого духа, поднять его некому, кто скажет, слушай, знаешь, это как в том замечательном мигдоме, а это ни с кем не сработает. И поэтому, как бы, и не нужно этим париться. То есть, как бы, тебе просто, там, три раза не повезло. А человек уже подумал, что ничего не может, ничего не умеет. Он профнепригодный. Да, потому что профнепригодный, вот этот вот синдром самозванца, то есть, синдром, там, недоучки. И это как раз вот проблема для того, что ты, когда начинаешь, ты не можешь понять. То есть, на самом деле, когда вот я начал работать уже самостоятельно, как бы, без поддержки, оказывалось, да, действительно, где-то 70-80 процентов всех проблем, они стандартные, которые давали. Там, как бы, тебе главное определить эту проблему, дальше ты работаешь по какому-то протоколу. Дальше ты протокол модифицируешь, можешь срезать. То есть, грубо говоря, ты знаешь, что здесь не обязательно идти вот так вот долго. Если вы достигли этой стадии, можешь сразу перепрыгнуть, как бы, на другую ступень. И дальше, потом тебе появляется уже, ты нарабатываешь опыт, исходя из своего. Ты понимаешь, что, ага, эта вот проблема, она как-то здесь не решила. Значит, это не это, не это, не это. И ты начинаешь, как бы, думать, анализировать, начинаешь советоваться с коллегами. То есть, извините, там, ну, там, не знаю, курс у нас был, там, чат курса. А вот это вот сейчас за фигня. И тебе говорят, а попробуй вот это. А, скорее всего, грешнение, это точно не это, я тесты провел, это не оно. Говорит, тогда, возможно, это оно. Ты думаешь, о, точно, оно попробовал, действительно оно. А так ты бы сказал бы, что-то, как было в этом, в пятом элементе, когда там, не в конце, вот это вот, когда пытались камни открыть, типа, а у нас ничего не получится. И такой, вот, оставить, так вот, сесть, вот так вот, у нас ничего не получится. Если... Там все получилось. Да, там просто был камень, попался. Если попал бы камень огня, то ничего бы не получилось. Если попался камень воздуха. Да. Да, да, на самом деле, как вы растете, когда вы решаете больше задач, которые для вас на данный момент. сложные. Как растет ученик или студент в школе, когда он решает те задачи, которые ему сейчас сложно решать. Он получил новые какие-то теоретические данные, инструмент, как их решать, и решает. Если вы, как преподаватель, вышли, например, с преподавательского курса и решаете, вот только вот просто работаете с теми, кто пришел так, как работается, в целом, на самом деле, это может работать. То есть, на самом деле, всегда есть путь, что кто ушел, тот ушел, кто пришел, тот пришел. Кто остался, тот остался, вы просто работаете по накатанной. Харма такая. Как бы все хорошо работает, пока вы находитесь среди тех, кто остался. А если среди тех, кто ушел, вы же как бы не так радужно. Ну, на самом деле, есть преподаватели, которые так работают. Но именно, чтобы расти профессионально, надо брать всегда более сложные случаи. Но тот вопрос, да, уметь оценить тот случай, который вы все-таки можете решить на вырост. И все-таки хорошо, опять, когда есть тот, кому вас, кто вас может провести. Здесь как раз, так как говорили, наш эфир приурочен к открытию формата супервизии. К нам уже люди во все записываются, и мы думаем открывать как раз во второй половине января. Что это будет из себя представлять? Как раз такое, типа, профессиональное комьюнити для тех, кто уже отучился на преподавательских курсах. Кто уже работает как преподаватель, хоть на группах, хоть на персоналках, хоть там на ретритах, на чем угодно. Любой формат работы. То есть это как раз разбор тех сложных случаев, которые вы пока не можете решить сами, которые вам встречаются в практике, для которых вам еще нужно расти. В чем будет заключаться работа? Это созвоны раз в неделю, там, допустим, там, по два, по три часа. Вы к ним готовите ваши случаи сложные. Все готовим. Есть чат обратной связи. В них все обсуждаем тоже. И вот на созвонах, опять же, чтобы это не было из серии, как спросить чат GPT. Лида, Сережа, что вы можете сказать на этот повод? И мы вам даем готовый ответ. Делай то, делай это. Не, а нифига. Потому что вы так не научитесь. Что ты сделал для хим-хопа в свои годы? То есть в таком варианте. И опять же, как вот я, когда преподаю в ЦО, я обычно говорю студентам, что нужно строить вопрос преподавателю таким образом, чтобы он ответил да или нет. То есть не то, что типа, у меня есть такая фигня, что делать? Хороший вопрос ждать той сессии, на которой будет проходиться эта. Это фигня, если это. А так вот нужно понимать свой стиль. Нужно предположить, что вы можете с этим сделать. А не использовать преподавателя как википедию. Нет, я слышал тут. Да. Вот. Соответственно, предполагается, что мы будем именно работать в роли таких, как бы, менторов. А вы будете коллективно пробовать изначально решить этот вопрос. Какие варианты можете предложить вы? Мы будем направлять и так далее. И в конце тоже давать какие-то дополнительные варианты. Опять. То есть моя задача, Серёжина, тоже выращивать именно максимально компетентных специалистов. И тут, честно, вот если честно и жёстко говорить, у каждого человека всегда будет миллион своих собственных причин, чтобы не стать успешным компетентным специалистом. И поэтому с нашей стороны точно надо сделать всё возможное, как бы, чтобы мы обеспечили все возможности свои для этого. Дальше применять, не применять, это уже будет решение за вами. И вот на самом деле, получается, в каждый, входит месяц такой работы. Это созвоны раз в неделю, чат обратной связи, всё остаётся в записи, если нет возможности участвовать онлайн. И ещё после окончания дополнительно месяц доступа ко всем записям. Грубо говоря, два месяца сначала. Сейчас цена 12 тысяч, по-моему, она до конца недели, либо что-то такое, потом 15. Возможно, беспроцентная расстрочка на 3, 4 и 6 месяцев. И это как раз, опять же, именно такая профессиональная наработка опыта. Мы вам не будем читать лекции, мы вам не будем делать презентации о том, как работает наш тело, как работают мышцы и так далее. Потому что... Да, это мы уже рассказали на курсе. Мы это будем рассказывать ещё на одном курсе и на семинарах и так далее. То есть это те, которые... Теоретические знания, которые можно заучить, но пока вы информацию не начнёте применять, информация никогда не перерастёт в компетенцию знаний. Опять же. То есть это будет именно такая практическая, практический кружок о том, как начать применять эти знания. Вот. И получается, здесь мы будем работать со практически всеми вопросами, которые касаются именно преподавания юзи. И тогда сейчас нам стоит разобрать, потому что есть ещё пара интересных вопросов, которые нам позадавали к этому эфиру. Тоже их поотвечаем. Вот, кстати, у нас сейчас на курсе по персоналкам тоже одна из участниц спросила, что к ней на персоналке ходит пловчиха, и ей после быстрого старта в забеге на скорость она чувствует тяжесть в ногах и не может ими двигать. Тоже. Как этот вопрос решить? Тоже один из вариантов того, что мы можем разбирать именно коллективно. Уже на супервизиях разобрать, какое здесь движение, какие мышцы и как надо тренировать, чтобы здесь улучшались ваши результаты. Итак. Вопросы. Вопросы. Первый вопрос. Такой очень важный по таймингу и планированию, который действительно тоже является необходимой компетенцией преподавателя. Читаю. Вроде создаешь практику на час-полтора, а в итоге пока все объяснишь на коврике, выходят два, а то и больше. А цена та же, а ведь не прервешь на середине, чтобы влечь в тайминг и все проработать. Уже начали появляться не новички, а с ними другая работа. А ты погряз в новичках. По итогу уменьшится, время утекает, личная практика слабо прабатывает. И все светлые мысли «йога – это то, где я нашла себя в жизни», периодически сменяются на «а не притянула ли я за уши преподавания». Часто в жизни не только про йогу это звучит. Чувствую, что не хватает обучения, где все, что меня увлекает, могли бы собрать воедино, чтобы продолжать систему в голове. И вот как раз можно с этим тоже на супервизии приходить. Прокомментируешь? Да, здесь сразу видно то, что называется критическая ошибка. Вы создали последовательность и любым способом хотите оплатить ее в жизни, чего бы этого ни стоило. Час, два, три, четыре. И вы подумали, что для вас это все понятно и всем будет точно так же. То здесь не видно блоковой системы. То есть, когда я только сам начинал планировать занятия и все делать, у меня всегда было как минимум два 10-минутных блока подготовлено. Первый, который я мог бы легко выбросить, это не повлияло никаким образом на практику. Второй, который я мог бы легко добавить, когда, например, всем все понятно и времени на объяснение уже не требуется. Вот этого не было сделано. Здесь как раз было бы очень полезно, что просто выбросить. То есть, у вас есть какой-то, как бы сказать, нельзя назвать это какой-то заглушкой. Но, в общем и целом, блок, то есть, грубо говоря, у вас есть блок разминка, блок основная часть, блок, там, не знаю, заминка. И у вас должен быть, как бы, вариант. Вы видите уже в самом начале, что что-то пошло не так. То есть, вы уже на разминке потратили в полтора раза больше времени. И вы тогда понимаете, что, наверное, нужно что-то сокращать. И уже здесь должны быть у вас, как бы, варианты. То есть, уже, как бы, варианты, знаете, развилки. В мое время были очень популярны такие вот, как сказать, компьютерных игр не было, карточных игр не было. Были книжки. И вы там, как бы, читаете, читаете, кидаете кубики, там, типа, кидайте кубик, там, типа, если один, то идите на такую страницу. Там дальше, как бы, такое же, другое задание. Здесь, соответственно, вы видите, что уже потратили много времени на разминке. Значит, вы уже должны быть готовы к тому, что основная часть пойдет по некоторому сокращенному варианту. Вы можете не дать какую-нибудь основную. Там, асану, просто некоторые подводящие. Но часть этих подводящих асан уже будут, как бы, основные. Дальше вы уже сразу, грубо говоря, начинаете переходить. То есть, не должно выглядеть скомканно. То есть, хвост нужен, слону, для того, чтобы он не кончался внезапно. И здесь вот эта вот ошибка, что во что бы то ни стало, я буду давать всю последовательность до конца. И вместо полутора часов практики у меня будет два с половиной. А люди, может быть, не хотели два с половиной часа практики. Они уже на часы, как полчаса, поглядывают и думают, как же свалить. То есть, у вас, в конце, должен быть какой-то блок, который вы можете убрать. То есть, заминка, окей, у вас основная часть. Дальше вы, как бы, сели, подышали, ушли в шавасану. Ну, все. То есть, такой вариант тоже возможен. Но вы, как бы, уже должны быть готовы к тому, чтобы либо добавить, либо убрать. То есть, вы можете, у вас должны быть инструменты уже на готове, чтобы вы могли либо 15 минут занятия просто так выкинуть, без ущерба для практики, либо точно так же 15 минут добавить, без ущерба для практики. Да. И на самом деле это же относится к тому, что ориентируешься на новичков и приходят не новички. То есть, все это в тех терминах, которые я использую, баланс структуры и хаоса, ну, можно сказать, баланс чего-то вот, что прям подготовил незыблемо, какого-то плана и так далее, и твоей способности от него отойти. То есть, на самом деле, лучше, пока начинающий преподаватель, там, первые несколько лет ведения, это все прорабатывать и планировать заранее. Опять же, планировать, исходя из цели полагания занятия. Для чего ты его делаешь, что обязательно для этого надо пройти, какие будут более обязательные и менее обязательные элементы. И тоже заранее, соответственно, планировать, какой основной костяк группы, новички, неновички и так далее. И как ты будешь именно организовывать время по новичкам и неновичкам. Подробнее, это уже прям дальше предметнее. Тут еще могу сказать, что для меня очень простым вариантом, когда, что делать с продвинутыми, которые приходят на занятия к средним участникам группы, это просто они выполняют все то же самое, что как бы и новички, только асана у них уже другого уровня. Соответственно, ну, как бы, если у меня группа продолжающих приходит продвинутые, то они внезапно вместо асаны продолжающего уровня получают асаны продвинутого. Но об этом, ну, как раз вот Лида сегодня сказала, что он придумал название для, как бы, курса, который, предположительно, весной пройдет. Мы как раз вот и собираемся подобрать все асаны, то есть разбить их на три блока, то есть силовые асаны, асаны на гибкость и асаны на координацию. И, соответственно, выстроить их для того, чтобы вам было проще менять эти кубики, соответственно, асаны начального уровня, то есть это будут силовые асаны, силовые продвинутые уровни, опять же, на ноги, там, на руки, на корпус, там, на все остальное. Естественно, там асаны... Да, какие, к каким сложным асанам подходят, что будет больше подходить, для какой части тренировки, там, разминки, основной части и так далее. Гибкостный, соответственно, будет точно так же делиться по амплитным движениям в суставе. То есть то, что может сделать человек обычный, то, что может сделать человек необычный, и то, что не может сделать человек необычный, а может сделать только 5% от необычных людей. Это мы что-то... Да, сейчас увлеклись. Да. Тем не менее, у нас еще есть пара вопросов. Один такой очень интересный, глубокий. И я от него могу уйти, наоборот, в материальный ответ, а могу уйти в экзистенциальный ответ. Сейчас посмотрим, как... Надо читать то, что заканчивается знаком вопроса. Тогда это будет действительно вопрос. Потому что здесь я вижу скобочки, смайлики. Если смотреть на работу йога-тренера как на миссию. Допустим, работа йога-тренера. В первую очередь, работа над собой, не про самолюбование, бла-бла-бла. Особенно, если там титчер с успешной морфологией, гиперплазией суставов и так далее. Насколько ты ментально можешь собирать людей вокруг себя? Насколько тебе твое восприятие личной границы позволяет входить в этот круг? Насколько твоя жадность делиться знаниями позволяет или реально делиться? Или, наоборот, слишком навязчивая? Когда ты уходишь с головой в йогу, я немножко перевожу 24 часа в сутки, это только йога, у тебя йога в жизни, йога за завтраком, йога в обед, когда ты человек-преподаватель и не можешь быть никем другим. Насколько твоя энергетика привлекательна для того, чтобы привлекать к себе людей и находить баланс? Я недавно задумалась, почему кто-то умеет делать просто, чтобы не горать, не перегорать, и при этом народ прям магнитом тянет к титчеру, который ничего не делает, а кто-то выкладывается и так еле собирает за кучу часов мало людей. Вопрос этой самой энергетики в работе с самим собой. Можно отвечать через энергетику, можно отвечать через психологию. Опять, можно здесь уйти в рациональное, можно уйти в работу с головушкой. Но всегда важно, действительно, аспект харизмы очень важен. На самом деле, каким бы компетентным вы преподавателем не были, если вы будете компетентным и нудным, вы будете как тот преподаватель в университете, лекции которого все прогуливали, потому что нудно и невозможно это слушать. С другой стороны, если вы будете харизматичным лидером, скажем так, и при этом без компетенции, к вам будут ходить люди, очень даже будут, но они, может быть, будут не задерживаться или будут идти именно за вашей харизмой, и результат у них будет так себе. И на самом деле, опять скажу, тут чисто с точки зрения выживания, нет никаких ответов, правильных и неправильных. То же самое, как нет никаких ответов, и какие цены хорошо ставить, этичные и так далее. Эти все вопросы вы решаете сами для себя. Потому что я глобально не согласна с фразой, типа, что гений и злодейство – две вещи несовместных, потому что очень они могут быть совместны. Если у тебя есть, скажем так, если у тебя слабая харизма, ты действительно очень плохо выживешь. Но работать с ней можно. Работать с тем, чтобы устанавливать границы в своей голове, опять же, гореть, но не перегорать, чтобы у тебя не была йога, как ты написала, в постели, за завтраком, с семьей, по дороге туда, по дороге сюда. Да, действительно. То есть общее правило, опять же, что как не выгорать, это не гореть слишком сильно, не закрывать для себя какие-то другие возможности. Действительно, может быть какой-то период увлеченности, влюбленности. Это нормально. Но если он будет такой слишком затяжной, то это обычно предвидет не очень хорошим результатом. Как всегда, везде должен быть баланс, брать, давать. Когда у тебя период влюбленности, ты очень-очень-очень-очень много даешь, и если к тебе при этом приходят полтора человека, и полтора человека, и полтора человека, и полтора человека, это приведет к выгоранию. Или если ты получаешь за это, например, очень мало денег, делаешь за донаты. Другой вопрос, какие ты себе цели ставишь, ради чего ты все это делаешь. Если здесь все будет совпадать, если будет совпадать твое брать-давать, то в целом и сам для себя решишь и поймёшь, сколько ты можешь работать часов там в день и в неделю, потому что это очень индивидуально у всех, как показывает практика, то тогда в целом всё будет нормально. Работать с харизмой, работать с ораторским искусством, с умением удержать внимание аудитории можно и нужно. Для этого существуют ораторские курсы, для этого существует актёрка и в целом какие-то NLP, кстати, для этого, ну и в целом какие-то опять моменты учитывания психотипов людей, учитывания того, как с ними вести диалог, сперва диалог с собой, потом с людьми, да, это всё необходимо учитывать. Какие-то именно конкретные моменты, вот, например, на супервизиях мы можем рассматривать применительно к отдельным ситуациям, а если глобально, то да, тут учиться, и сперва надо самого себя в своей голове вывести из позиции там и самозванца, и падавана и так далее, что ты можешь, что ты можешь быть лидером, можешь себе позволить вести людей за собой и так далее. Ну, это действительно сложно. Тут может понадобиться там работа с психологом, опять же, мне, например, актёрка очень сильно здесь помогла. Что добавишь? Ну, просто по самой постановке вопроса могу сказать одно, что здесь... Привет, Дима. Дима Квальчук присоединился. Мы видим просто... Ну, как это сказать? Начало пути. И в начале пути как раз эти ошибки, они очень, ну, как бы, легко могут возникнуть. И возникает следующая ситуация. Вы попробовали что-то, оно не сработало, и вы это сразу отбрасываете и, соответственно, пытаетесь что-то ещё. В результате нет никакой системы. И поэтому, как бы, тот самый случай, когда действительно, как бы, нужна помощь, чтобы вам кто-то сказал, обнял, и сказать, типа, ты всё делаешь нормально, просто, как бы, пока не будет сейчас, нужно продолжать работать. Либо там, попробуй, там, не знаю, преподавать веселее, интереснее, там, рассказывать что-то ещё, то есть, возможно, как бы... Веселее это как в шапке клоуна и в сутки в ткл. И с этими, с рожками. Ищи, ищи, как бы, свой путь, как вот, там, бывает такое. То есть, ты можешь пытаться кого-то копировать, но не факт, что у тебя получится точно так же. Вот это, кстати, важный вопрос. Да, как Вадим Джимчук говорит, нет, Вадим Девчук говорит, что вы никогда не будете счастливы, играя в чужие игры. И есть фраза «Ещё играй свою роль, все остальные уже заняты». Очень пафосная фраза и ванильная в какой-то мере. И действительно, пока мы особенно начинаем к пути его титчера, у нас очень сильная внешняя мотивация, и мы будем вдохновляться и опираться на тех преподавателей, у кого мы учились. Со временем потихоньку важно, да, научиться слышать себя и что всё-таки важно и близко тебе. Потому что на любой внешней мотивации она может быть исходным таким стимулом. Или чтобы закрывать какие-то дефициты, или там что-то такое. Но дальше тебе нужен именно внутренний импульс, в котором ты уже, например, поведёшь за собой людей. И то же самое, опять же, уже потом потихонечку становиться собой. Это никогда не будет в начале практики. Если вы в начале преподавания, не обладая должным багажом, компетенцией, пойдёте и будете что-то говорить просто, исходя из того, как захотела левая нога за правым ухом почесать, то может быть очень весело, но результат будет очень непредсказуемым. То есть здесь для начала всё-таки нужны критерии, нужен профессионализм и так далее. Привет, Настя. Лиса. Вот. Не вижу. Поэтому здесь, если подытожить твой вариант ответа, мой вариант ответа, то есть, с одной стороны, ищите себя, действительно, играйте свою роль, но что все остальные уже заняты. И развивайтесь, ищите, чего не так, а не просто бездумно копируйте модель поведения, которую вы откуда-то взяли или которую вам дали на отечество. Вот это всегда очень важная фраза. Спасибо, Серёж. Спасибо. Что если что-то идёт, если вы недовольны результатом, ищите, что вы делаете не так. Потому что всегда есть, естественно, какие-то кармические обстоятельства, всегда есть внешние обстоятельства и так далее, но всегда есть наше в них действие и реагирование какое-то определённое. Есть же версия, например, что даже карма – это реакция на реакцию, на реакцию, на реакцию. Не действие, а именно реакция на действие. И, по сути, если что-то не получается, что ты в данном случае можешь сделать и поменять? Вот. И для этого тоже очень важно профессиональное комьюнити, потому что у тебя вначале просто не будет этих критериев. У тебя картина мира именно профессионально внутри йоги довольно узкая, и ты не поймёшь, а что я тут ещё, как я ещё тут могу действовать, что я ещё тут могу поменять. Поэтому, да, нужны дополнительные варианты от людей, которые этот путь уже прошли. Внешние мозги. Внешние мозги. Как там было в матрице, типа, «Танго, загрузи мне, как это сказать, программу управления вертолётом», да? Лида, загрузи мне программу освоения стоек на руках. Да-да-да, с конкретным человеком. И ещё один вопрос про цены. Это, на самом деле, относится больше к тому вебинару и курсу, который мы с Соней будем проводить. У нас в следующую субботу вебинар по заработку в йоге, по целевой аудитории, и именно низко-средне-высоко-чековым продуктам в феврале курсу. Но сейчас тоже зачитаем и ответим, потому что это относится к компетенциям преподавателей. «Я живу на Кипре, тут цены совсем другие. Пока поставила цены за индивидуалку меньше, чем берут местные распиаренные титчеры, но чувствую, что даю, выкладываюсь, учусь, Овар, дофига, пора бы цены поднять». Одна ученица заявила, что не будет платить больше, так как и так ходит на разные активности типа Пилатеса и Зала, где плата примерно как у меня сейчас. Зарабатывает очень хорошо, просто считает деньги. Вторая получает зарплату в рублях, ну и живет в валютной стране, поэтому это очень существенно. Третья зарабатывает для Кипра в среднем на одну себе. Боязно поднимать цены вдруг разбегутся. Сейчас всего 5 учеников, приходящая группа из 3-х человек, набирается 10-11 практик в неделю. Прекрасно осознаешь, что упускаю соцсети. С этим нужно как-то работать, понять, как себя позиционировать, чтобы не распугать людей ценами, и они хотели заниматься именно самым. Да, вопрос потом ответим, зачитаем. Тоже давайте отвечу сейчас я. Спасибо, Дим. Потом Сережа. На самом деле, опять, тут такого бытового понимания честно нет. Есть офигенно крутые профессионалы, которые ставят низкие цены, плохо набирают и плохо зарабатывают. Есть очень плохие специалисты, которые прекрасно зарабатывают. Есть очень хорошие специалисты, которые хорошо зарабатывают. И есть плохие специалисты, которые плохо зарабатывают. Вам выбирать, какую комбинацию себе вы хотите и какую вы можете себе в итоге позволить своими действиями. И действия эти – это примерно понимать, какие инструменты будут рабочие, системные, постоянно с ними работать и также работать с головой. То есть, опять же, постоянно, когда вы набираете людей, ставите цены – это диалог. Баланс брать, давать, что вы можете человеку предложить, ощущает ли он ценность того, что вы даёте. Аналогичную той цене, которую вы просите, или больше той цены, которую вы просите. И ощущаете ли вы, что человек вам платит столько же, сколько вы в него вкладываетесь. И, по сути, если вы вкладываетесь больше, чем получаете, это всё равно так или иначе приведёт в перспективе к профвыгоранию, к вот этим вот вопросам, а не накрутила ли я себя, подходит ли мне йога, или на самом деле вообще это не моё, и так далее. На самом деле здесь без работы с самопозиционированием и личным брендом никак не обойтись. Опять же, выйти из менталитета подавана, выйти из менталитета самозванца и понять, что ты даёшь. С одной стороны, очень важно, чтобы были классные компетенции. Я это говорю как именно тоже, по сути, йога-тичер. Но с позиции маркетолога я скажу, что могут приходить, например, на заботу и платить очень хорошие деньги, если вы просто будете человеку внимания, доброту какую-то, опять же, какую-то, ну, именно вот что-то такое, тепло давать. То есть обязательно будут такие люди. Вам выбрать то, с чем вы хотите работать, что вы хотите человеку давать. И работать именно тоже через позиционирование обязательно. Это могут быть соцсети. Это может быть, если вы работаете только оффлайн, это может быть какой-нибудь, ну, и сарафан, и какие-нибудь методы оффлайн-продвижения, но обязательно с этим надо работать. Но главное, опять же, есть такой небольшой парадокс. Действия и финансовое мышление. Очень популярны тренинги, например, по финансовому мышлению. И я скажу, что с одной стороны это фигня, с другой стороны это вообще не фигня. То есть если ты пройдешь 10 тренингов по финансовому мышлению и осознаешь себя миллиардером, ты не станешь миллиардером. Но если ты фигачишь, 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 а в своей голове ты пока еще самозванец и не можешь там именно в своей, в своей голове себя по-другому переосмыслить, сделать этот квантовый скачок, не веришь, что это возможно, то тоже будет на самом деле ничего не получится. И здесь тоже вопрос, готовы люди платить или не платить. Какие-то люди не будут готовы. Всегда будут те, кто скажет дорого. Даже если вы поставите цену 500 рублей за персоналку, будут те, кто скажет дорого. У меня вот тут прекрасная ученица-подруга сейчас в эфире, и она писала курсовую, пишет сейчас курсовую, и договорилась с девушкой, и потом ей написала цена-донат. И девушка слилась, потому что она думала, что бесплатно на курсовой. То есть, конечно, будут и такие случаи. Тут вопрос тоже имеет какую-то внутреннюю опору, и какой вариант в итоге устроит вас. Но, опять же, пока вы начинающий, грубо говоря, преподаватель, логично и правильно. Я считаю, чтобы ваши цены были меньше, чем у опытных преподавателей. И выкладываться вы вначале будете больше. Потому что есть такой момент. Сперва студент работает на зачётку, потом зачётка уже начинает работать на студента. На зачётку можно работать намного, ну, как бы значительно. Значительно, значительное время дальше зависит уже от того, какой инструментарий вы используете. Если вы начинающий препод и загнули с ценами, у вас было полтора человека, вы их ещё повысили, то да, может быть вариант, что не останется кого-то. Тут либо у вас есть финансовая подушка, либо у вас есть эта внутренняя уверенность, там либо вы дополнительно работаете с соцсетями. К сожалению, какого-то такого единственного протокола здесь нет. Очень много и входящих данных, и вот просто законов выживания. Отвечай. Что ты сказал? Да. Здесь ситуация такая. Если вы неопытный преподаватель, начинающий у вас всего 3 человека на персоналке, то повышая цены, то где-то процентов 30 точно уйдёт. И здесь ситуация такая, что нужно рассчитывать таким образом, чтобы после этих 20-30% тех людей, которые уйдут, у вас остался точно такой же уровень заработка, который был до повышения цен. То есть, хотя бы вы, грубо говоря, сэкономили время, уровень дохода остался точно таким же. Это первый вариант. То есть, вы уже здесь должны просчитать. Второй вариант необходимости повышения цен, когда у вас уже не остаётся времени. То есть, вы хотите работать 10 часов в неделю, например. Ну, грубо говоря, 20 часов в неделю, 40 часов. Ну, как бы что-нибудь такое. И вы смотрите, что вы уже не можете брать новых людей в работу. Тогда вы уже можете повышать цены, там, не знаю, на 20-30% в зависимости от вашей необходимости. У вас автоматически будут освобождаться окна, люди будут появляться. И, соответственно, дальше они будут забиваться уже по новой цене. Это как бы второй вариант развития событий. Третий вариант развития событий, когда у вас уже начинается профессиональное выгорание, вы начинаете думать, что же вы не так делаете. То есть, у меня было такое, там, пару лет назад, когда я под Новый год как раз вот сижу. И что-то я смотрю, что я работаю, понимаешь ли, веду занятия групповые, индивидуальные. А радости какой-то не приносит. Знаете, как вот китайские овощные игрушки. Вроде сведятся и блестят, атмосфера праздника никакой. Вот то же самое. Потому что нужно с этим делать. В итоге я как бы увеличил стоимость индивидуальных занятий и групповых занятий, и всё стало хорошо. Но опять же, у меня такой как бы принцип, что я постоянно занимающимся не повышаю цену. То есть, те, кто занимается со мной достаточно долго, они ко мне лояльны. Я им не повышаю цену, могу себе это дело позволить. Ну, в случае, если там, они, скажем, меня не просят. Раз. Но два, они таким образом автоматически теряют приоритет на время занятий. То есть, прайм-таймовое время занятий я всегда буду давать другим людям, которые мне будут платить другую цену. Я знаю людей, которые, вот, грубо говоря, у них есть там какой-нибудь один день, и они говорят, что всем старым, что я вас буду, там, не знаю, принимать, с вами заниматься только по этому дню. Ну, там, либо в эти дни, а всех остальных, как бы уже это, если вам не устраивает, ну, вы можете выбрать, платить, заниматься по старым ценам какие-то определенные дни. И, либо, там, переходить на новые, там, если вас это устраивает. То есть, на некоторых, скажем, что вы там сразу не сказали. Ну, здесь уже, как бы, я уже предложил четыре варианта, как бы, решения проблемы, но это говорит о том, что у вас, по крайней мере, должно закончиться, либо подойти к пределу какое-то ваше личное время занятий. Если у вас есть три человека, то есть, а вы сидите и не работаете, думаете о том, как бы повысить цены, ну, здесь, скорее всего, не сработает. Да, хочется здесь добавить, что надо, как бы, всегда понимать, чем ты готов рисковать, какие реальные перспективы. Потому что, выбирая любой путь, хоть йога-тичера, хоть повышение цен и так далее, нам никто никогда не может гарантировать стопроцентную вероятность чего-то. А выбирая какой-то путь, мы выбираем не только то, что мы хотим, а и все, все те, там, препятствия, трудности и прочее, которые мы готовы на этом пути перенести. Да, у вас есть стратегия работы, то есть, вы выбираете новые рельсы и смотрите, получилось, не получилось. Получилось прекрасно, не получилось, ну, в общем и целом, как бы, опытный преподаватель, либо тот, кто уже, как бы, знает, ну, может, там, не знаю, неделю, две, три просидеть, как сказать, на новых рельсах, там, с пониженным уровнем дохода и все остальное. Ну, а потом он поймет, что что-то не сработало, что-то не получилось. Всегда можно, как бы, ну, как бы, попытаться переиграть обратно, по крайней мере, новые занимающиеся, там, вернуть им новые цены. Либо сказать, сделать хорошую мину при плохой игре, там, типа, только... А сейчас распродажа. Да, 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 сейчас распродажа. Только три места. Да, да, только три места. Ну, как бы, в таком варианте тоже можно попробовать работать. Очень. С одной стороны, с другой стороны, никогда не нужно, там, признавать каких-то ошибок. Ну, вот, как я вот... Ну, как не нужно? На самом деле нужно. Ну, не нужно стесняться... Стесняться, не нужно стесняться признавать свои ошибки. То есть, как я вот говорил, когда вот мы на курсах по персоналу с тобой делали, что формальное и неформальное общение. То есть, если вы работаете с человеком формально, то есть, вы с ним преподаете, не, там, задруживаетесь, ничего, то у вас всегда есть возможность повышения цены и все остальное. А если вы уже начинаете, как бы, дружить, общаться на занятиях совсем неформально, то и вам уже достаточно сложнее будет сказать человеку, что, слушай, у меня что-то тут, как бы, это, ну, строение поменялось, и с следующего месяца у меня цены повышаются. Да, вот, и опять же, про самозванцы и прочие, и про постановку цен. Я вчера это делала в сторис. Обычно принято считать, что те, кто сейчас успешный тичерс, они вот, тичер, они так вот и родились, и у них все всегда было прекрасно. Нифига. Я год до 22-го тоже думала, что, наверное, я себе йогу эту всю надумала, это вот все мое. К вопросу о миссиях. То есть никогда не будешь практически с самого начала знать, что у тебя это самое, как Бог, дай мне знак. И в небе оно зажглось, и тебе написано йога, твое предназначение, там, восстань, как это у Пушкина было. Нет, здесь как раз вот я могу сказать одну, как бы, притчу, анекдот, когда там, не помню, где-то недавно увидел, прочитал, услышал, кто-то рассказал, когда там человек, у него там было откровение, что сейчас река разольется, выйдет из берегов, все затопит, и, естественно, нужно, как бы это, уйти. И он такой сидит и такой, и начинает молиться Богу там и прочее. Река разливается, он сидит молится. То есть проплывает лодка, и он такой, говорит, там, продолжает молиться, говорит, нет, я с вами не поеду, мне Бог предупредит, он должен меня спасти. Естественно, там уже вода, уже фактически все залила, прилетает вертолет, говорит, бросает там лестницу, говорит, давай, поехали, там, уже последний шанс остался. Нет, меня Бог спасет. Естественно, он тонет, и наверху, как раз, когда возникают такие претензии, типа, что ж ты меня не спас? Говорит, слушай, я тебе сказал, что будет потоп, ты никуда не двинулся. Я тебе послал лодку, там, типа, ты никуда не двинулся. Я тебе послал вертолет, ты опять, скажи, вот, что я должен был сделать? Вот здесь вот тоже такая ситуация, что билет такой лотерейный, как бы, купи, если что, то есть есть шанс, нужно им, как бы, пользоваться. Да, но здесь важно понять, действительно, что хотите именно вы, какая именно у вас мотивация. Не то, что это, там, допустим, вы пошли на тичерс или на занятия к харизматичному преподавателю, и это было, на самом деле, то, что он на вас навибрировал, наговорил и так далее. А действительно, как бы, хотите ли вы, ну, там, идти по этому пути и терпеть те трудности, которые ради этого будут? Я вот говорю, что у меня был пост, я чуть не ушла из йоги много раз, у меня было много раз, что не набирались группы и так далее. Сейчас я вообще, например, закрыла группы, они прекрасно набираются, но просто меня сейчас не хватает на то, чтобы их пиарить еще дополнительно сверху всех других мероприятий. И я где-то, вот опять же, только в 22-м году нормально себя осознала именно преподавателем йоги, окончательно там ушла из испанского. Я много лет из него хотела уйти, там, из МГУ уволилась и так далее. Просто вот потому что, потому что, доросла, можно сказать. То есть это нормально. Не было такого, что сразу взял, пошел и сразу все вначале усыпано розами и все прекрасно. А, нет, иди, не работает. То есть всегда нужно, действительно, как ты сказала, время, чтобы заработало зачетка, время, чтобы заработало сарафанное радио. В зависимости от обстоятельств это занимает от 2 до 4 лет. И здесь как раз ситуация такая, что если у вас не будет поддержки, а время до нормального заработка занимает 4 года, то, возможно, вы до него и не доживете. Да, 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 да. То есть обычно это нужна либо финансовая подушка, либо поддержка в семье, например, вы жена за каким-нибудь мужем и для вас это хобби, либо у вас есть еще какая-то вторая работа. Вы женаты за каким-либо мужем? Хорошо сказала. Ну вы же какая-то вторая. Может быть, с двумя мужьями тогда, чтобы они тебе помогали? Любой, короче, вариант финансовой поддержки, либо у вас дополнительно какая-то работа. То есть вы после работы ходите, вот много у меня знакомых, и по сути у меня тоже так было, что я репетиторствовала испанский, там, хорошо им зарабатывала, именно тем, что работала со школьниками и студентами, и параллельно немножко вела ёлку. Мне это не нравилось, но как бы это могло. У меня была ситуация, когда я занимался тем, что работал инженером над чертежами, и, соответственно, зарабатывал, как бы, ну, и, соответственно, вел занятия в качестве инструктора йоги, преподавателя йоги, там, приема йога-терапевта. В какой-то момент чертежи пропали, а как раз ситуация с йога-терапией еще не вышла на новые рельсы. Кстати, да, у меня тоже были мысли все дело закончить и уйти, как раз опять вернуться к инженерству, найти себе нормальную работу в качестве, там, инженера-проектировщика и вернуться в офис. Ну, как-то вот чаша весов, она склонилась к тому, что я остался и сижу теперь перед вами. Да, то есть, опять же, все состоит из выборов, и они, никто вам не скажет, какой правильный, кроме, там, какой-нибудь ретроспективы потом. Но здесь самое главное, чтобы у вас всегда были, там, цели, вы их ставили и все. Но, опять же, цели должны быть реальными, то есть, вы, там, ставите цель себе, там, через два года выйти, там, ну, такой-то, не знаю, там, ну, это вот уже Соня будет рассказать, какой-то доход и все остальное. Дальше у вас есть промежуточные цели, чтобы не было такого, что вы два года делаете, 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 а потом в конце, опа, а не получилось. То есть, вы уже должны предполагать, что через, там, шесть месяцев, там, через восемь месяцев у вас что-то не получается и время менять. Планирование, кстати, да, и прогнозирование, и структурирование – это капец важные навыки. Просто так вот идти по жизни, там, ля-ля-ля, как птицы небесные только сегодняшним днём, не работает. Вы, как бы, должны отстраивать. Это, в принципе, не только, как бы, касательно вашего успеха, но и касательно, как бы, работы с вашими учениками, что вы должны ставить цели и, соответственно, их достигать. Потому что, если вы не ставите цели и не достигаете, в какой-то момент возникает вопрос, а чем вы сейчас занимаетесь? Да, тут ещё вопрос мне, как сделать позу лотоса, показать. Да показать, пожалуйста. Я могу показать, как я делаю позу лотоса, но это не поможет другому человеку её освоить. Вот. Да-да-да. К вопросу о том, что мы с Сергеем как раз раскрывали вначале. То, как один человек что-то освоил, это вообще не подойдёт другому человеку. У меня офигенная внешняя ротация. У меня поза лотоса была всю жизнь. У меня поза лотоса с забросом, допустим, по инерции, но без рук была ещё до йоги. И наоборот, я рассказываю эту ситуацию, когда я приходила ещё в фитнес на первое занятие, и там преподаватель показывает какую-то вот такую вот Агнистам Хасану. Я такая, первое занятие сажусь и думаю, ты что за лошара? И ты ещё меня будешь чему-то учить? Вот у тебя так, а у меня вот так. Ты что ещё тут делаешь? Нам надо поменяться. Да-да-да. Важно не сравнивать как раз, во-первых, уровень преподавателя и уровень практики, потому что это всё разные вещи. Одно дело, ты как практик, ты как преподаватель, ты как методист, ты как маркетолог, и ты как много ещё кто. Желательно, как в отдельной, в обычной жизни. Ещё там муж, жена, друг, кто-нибудь ещё там, гражданин или любые ваши роли дополнительные. Важно это всё учитывать, но именно внутри профессии, что ты работаешь в йоге, у тебя уже много таких иерархических, скажем так, ролей, которые должны, ну по-хорошему, они, нет такого, что есть только одна и нет других. Вот. И этот вопрос про показать позу лотоса опять же нас возвращает к тому, что то, что сработало у одного, не сработает у другого. Важно учитывать личные особенности и то, что мы говорили вначале. Да. Спроси меня, как освоить позу лотоса? Как освоить позу лотоса? Я скажу, всё очень просто. Сначала нужно проверить наружную ротацию в забедренном суставе, наружную ротацию в коленном суставе, посмотреть, насколько она велика, посмотреть, что ограничивает, какие суставные ограничения мышечные, проработать их, посмотреть, как оно будет, насколько будет получаться, и после этого, через какое-то время, сделать позу лотоса. А просто так нахрапом придётся просто убивать колено, потому что как раз вот неспецифическая травма коленного сустава это является одной из трёх самостоянных травм в йоге. Мы как раз вот недавно проводили семинар по травмам безопасности нижних конечностей, верхние уже были, у нас теперь нижние, и осталась ещё травмам безопасность корпуса. И, соответственно, вот что делать с коленным суставом, мы уже раскрывали. А также у нас были лотосы, да? Да, были забедренные лотосы, да-да-да. То есть мы все эти темы рассматривали. Тут вопрос, а если у меня наоборот костные ограничения, как показывать? Вот это всегда вопрос. То есть, с одной стороны, всегда может быть ситуация, что к вам пришли ученики, которые не могут того, что вы не могут так, как вы. А с другой стороны, всегда есть ситуация, что к вам придут те, кто может намного больше вас. Всегда. И как раз, мне кажется, опять для преподавателя это реализация, как преподавателя вырастить ученика, который будет тебя превосходить. Но, как Державин написал Пушкину, победителю ученику от побеждённого учителя, но это такие уже, скажем так, очень высокие преподавательские амбиции. К вопросу о том, что жадность делиться знаниями. Если у тебя жадность делиться знаниями, с моей точки зрения, опять же, лично моей, ты фиговый преподаватель. И фигово себя реализуешь именно как преподаватель, потому что ты можешь быть офигенным практиком, именно как практик, у тебя есть какая-то ревность, жадность и прочее. Потому что традиция – это побежание огня, а не почитание пепла. Да, да, да. И, по сути, да, если у вас какие-то ограничения, вы не можете что-то сделать, а ваши ученики могут, как раз важно их не ограничивать. Опять же, что мы говорим с возрастом, с опытом, выращивать критерии, как их дорастить и сделать ещё опытнее и компетентнее. И другое, да, учиться объяснять через слова, показывать, может быть, аджасментом и так далее их телом. Вот эти вопросы как раз тоже на супервизии будем разбирать. Ещё раз напоминаю сейчас под завершение эфира, что именно мы этот эфир делаем как объявление супервизий. Что это такое? Это именно профессиональный кружок, где мы будем раз в течение месяца, четыре недели, раз в неделю собираться в мини-группе и решать те сложные случаи, которые встречаются в вашей практике, в нашей практике. Вот эти вот все вопросы. А что делать, если ко мне пришёл такой-то ученик? А что делать, если у меня на группе такая-то ситуация? А если я там что-то не могу показать, а ученик что-то может? А если ему вообще не подходят такие способы? Вот все-все-все-все эти вопросы мы будем решать. Можете переключить эфир на середину. Мы там очень подробно это всё дополнительно рассказывали. Сейчас идёт набор. И планируем старт где-то вот как раз, наверное, во второй половине января. Ну что, есть ли у вас сейчас ещё какие-то вопросы именно по компетенциям преподавателей? Давайте как практик сейчас особо не разбирать, потому что как практик уже много сказано, ещё будем говорить много. Либо будем потихонечку закругляться. Спасибо за вопросы, которые вы здесь писали. Они интересны очень, помогают подсветить определённые моменты. Ну что? Наверное, всё. Давайте тогда. То есть всего не расскажешь, но... Всего не расскажешь на самом деле. Да, вот как мы сказали, тут нельзя рассказать. Можно вырастить именно способ мышления, чтобы вы сами научились решать эти ситуации. Именно это мы хотим на супервизио дать удочку. Как раз вопрос. Покажите. Мы показали. Да. Я практикующий преподаватель. Согласна во многом. Спасибо. Лайк пишет Настя. Лайк-лайк. Лайк, лиса. Ну что? Прекрасного вам вечера. Вот это зафокус сегодня. Всё. Всем большое спасибо. И до новых встреч. Ждём на супервизиях. Пока-пока.